Детский сад должен был распахнуть свои двери для воспитанников с начала нового учебного года в сентябре 2019. Теперь сдача объекта затягивается пока до октября. Учреждение было спроектировано еще в 2015 году. За это время претерпело три корректировки. Последние были предложены две недели назад. Теперь необходимо провести торги. Об этом рассказал заместитель министра строительства региона Сергей Печушкин. Он отметил, что на проектировщика уже написана жалоба. Тот не учел требования по доступности детского сада для маломобильных групп, а также новые технические условия на инженерное обеспечение. Перечень недоработок состоит из 25 пунктов. И заказчик здесь у нас строится? Боржский район. Есть хоть один сотрудник у заказчика, который бы знал вот это все? Вы меня не загораживаете? А я сомневаюсь в этом. Потому что я говорю, у меня замминистра ездит по всем муниципалитетам и работает за муниципальных служащих. Вот а за оплату ему платите. Тогда там вот убираете, а ему платите. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что если организация делает плохие проекты, ее нужно отправлять в черный список. Проектировщик, который однажды подвел, не должен впредь участвовать в конкурсах на госзаказах. Претензии у губернатора были и главе Волжского района, который принял такой проект и допустил срыв всех сроков работ. Есть вопросы по всем муниципалитетам. К сожалению, по всем. Вот он наелся сейчас. Мы 27 одновременно фактически детских садов запустили. Он наелся вот так вот. Потому что везде заказчики муниципалитеты, а работает и ноги переставляет министерство. Сейчас готовность здания 87 процентов. Подключены все необходимые коммуникации. частично выполнена и чистовая отделка. Идет благоустройство прилегающей территории. Подрядчики обещают, что фасад здания будет приведен в порядок к первому сентября. Виктория Шарая, События.